Пророк Даниэль, когда он делал какие-то расчёты, он говорил, на что он опирался, на кого он опирался. Пророк Даниэль, когда высчитывал свои седьмины, седьмины — это значит семилетие, он говорил, что он опирался прежде всего на пророка Ирмия. На него он опирался. Здесь должна быть какая-то опора на что-то, на кого-то. То есть я не могу с воздуха, мне сейчас Бог открыл и так далее. Так не бывает. Так даже пророки не работают. Даже слово, которое получает пророк, оно должно быть основано на базе. Да. Теперь в чём заключается это пророчество? То есть какой-то, цитирую, брат из России, с Дальнего Востока, получил откровение от Бога, что сейчас на праздник Роша-Шана, который называется 18 сентября вечером, после появления звёзд, этот праздник будет праздноваться два дня, потому что в Израиле и в Диаспоре там по-разному два дня он празднуется. И это будет то время, о котором говорил пророк Даниэль, и произойдёт восхищение церкви. Как вы знаете, я бы на это вообще никак бы не отреагировал, абсолютно никак, потому что такие пророчества всплывают раз в полгода, раз ещё. Никак бы не отреагировал, если это каким-то образом не отразилось бы на нас. Поэтому я хотел бы сегодня... Да, всё равно ваше ухо это достигнет. Да, у вас должно быть какое-то к этому отношение. Не реакции, а отношения. Это разные вещи. Я хочу, чтобы вы понимали разницу между реакцией и ответом. То есть, когда тебе наступают на ногу, и ты ему или матом, или рукой, это называется реакцией. А когда ты ему отвечаешь, ничего страшного, с кем не бывает. Это ответ. Понимаете, разница. В этом колоссальная. Реакция основана на инстинкте. А это основано на том, кем ты являешься. Это разница. Реакция и ответ. Конечно, когда вы это услышите или увидите, у вас будет своё к этому отношение. Я сейчас не пытаюсь вас запрограммировать. Вот так думайте, вот так отвечайте, так воспринимайте. Совсем нет. Но я просто хотел бы, чтобы вы были, находились и пребывали в здравом сознании. Это единственное, чего я хочу. Потому что то, что сейчас началось после пророчества вот этого брата из Дальнего Востока, я называю одним словом. И прошу прощения, если я кого-нибудь этим словом оскорблю. Это истерия. То, что началось вот последние две недели. То, что происходит. В чём это пророчество? Слава Богу, те, кто не заходит лишний раз и не читает всё это, вы счастливые люди. Когда мы слышим такие вещи, первое, что должно быть всегда у нас – понимание. Не бывает пророка… Вы уже слушаете? Не бывает пророка, у которого не было бы имени. Это первое. Лже-пророков, вы помните, что с ними делали? Их побивали камнями. Человека вели к какой-нибудь высокой горе и сбрасывали вниз на скалы. И если он не умирал, вот только лишь в этом случае его забрасывали, причём как можно тяжёлый камень должен быть, чтобы он сразу умер, чтобы он не мучился. То есть можно сказать, что в этом есть жестокость, но можно сказать, что в этой жестокости есть капля милосердия. Второе, что нужно знать и понимать. Христос своим ученикам говорит слова. Когда они его начинают спрашивать, вот ты говоришь, это будет то, другое, третье. Конечно, мы хотим знать, когда это будет. Это естественно. Кто не хочет этого знать? Мы должны быть готовы. Поэтому скажи нам, если это будет через год, так мы подготовимся. Через полгода, так мы подготовимся. Он им говорит, казалось бы, страшную вещь, что это вообще не ваше время. Знать время и знать срок, когда это будет. Теперь, у меня у вас есть вопрос. Я ученик, я апостол. То, что случится, прежде всего касается меня. Разве я не должен знать, когда это будет? Это же первое, что я должен знать. А это значит, что раз Христос не даёт вот этого знака, значит, все его дети обязательно это услышат. Обязательно это поймут и обязательно этому последуют. Потому что призыв. Христос говорит, что мой голос знают кто? Мои овцы. Если я слышу чей-то голос, я всегда различаю этот голос. Я всегда пойму, чей-то голос. Я узнаю этот голос. Если я всегда вам говорю, что если я не узнаю голос отца, значит, он мне не отец, я не сын его. Третий момент. В духовном мире, я всегда вам это повторяю и сегодня повторю, в духовном мире есть одно правило. Почему сказано, никто не знает, когда это будет, даже сын человеческий не знает. Помните? Христос это говорит, только отец. Почему это бывает так? Ведь разве ему не было это открыто? Духовный мир работает по одному очень важному принципу. Как только ты заглядываешь в будущее и прикасаешься к этому будущее, это будущее и тут же сдвигается. Поэтому невозможно. Это сделано для того, чтобы никто не смог определить, когда это будет. Это несколько принципов, которые я вам рассказываю. Такие вещи были и случались всегда. Я не знаю, какую цель преследуют люди, которые вызывают в верующих людях вот этот вот ажиотаж. Я не знаю их цели. Но одну цель я знаю всегда и очень хорошо. это страх. Я понимаю, что людьми всегда нужно манипулировать. Я это понимаю. Я этого не делаю принципиально и намеренно, но я это хорошо понимаю, что это очень эффективный способ достичь какой-то цели. Почему? Потому что, когда людям даешь свободу, им не управлять очень сложно. Иногда даже можно сказать и невозможно, потому что каждый а я считаю, что вот так, а я считаю вот так, а я считаю вот так. Ну иди сейчас их и собери. Сложно. А когда ты им внушаешь какой-то страх перед чем-то, перед кем-то, этот страх объединяет. Потому что включаются твои инстинкты, внутренние инстинкты твои включаются, а это очень мощная вещь, как я вам сказал в прошлый раз. Инстинкты невозможно победить. В смысле, вообще из себя убрать и вытащить. Нельзя. Они будут всегда в тебе. Их можно что? Заглушить. Делать их более сильными или менее сильными. Прислушиваться к ним или не слушать их. Это можно. Но так, чтобы вообще в тебе не было их убить в себе, такое не бывает. В тебе инстинкты умирают в день твоей смерти. Вот в этот день, да, ты победил. В этот день, да. Но во всех остальных случаях нет. И поэтому многие сегодня говорят, что вот здесь очень плохо. и нам всем побыстрее хочется врать. Побыстрее хочется врать. Знаете, когда я слышу эту вещь, причем от разных людей и причем от людей, которых я более или менее знаю, когда я слышу такие слова, мне всегда хочется им сказать, что, друзья, есть очень хорошее и важное правило. Ты не сможешь достичь рая, пока не научишься жить на земле. именно для этого ты сюда и приходишь, чтобы научиться жить на земле. А вот когда ты учишься, научился жить на земле, тогда тебя ждет то, что тебя ждет. Но пока ты думаешь, что вот этот мир, эта земля, это все плохое, это все ужасное, от этого нужно поскорее убежать. Это, знаете, как называется? Вот то, что сейчас апостол Павел мы слышали, прозвучало здесь, да, богохульство. Смотрите, апостол Павел говорит, опять же, в этой истории, что он был хулителем. Как, Он сам писал о себе, что он по закону Бога не порочен. Он был ревнителем закона. Он исполнял его, он следовал. Причем, с самого своего рождения, вот с трех лет, как ему в руки дали священный текст, вот с этих самых трех лет он трепетно исполнял. Когда же он был хулителем? А вот для того, чтобы понять слово богохульство, мы должны понимать его исключительно в еврейском контексте. Потому что в русском контексте, в английском, китайском, испанском у этого слова совсем другой смысл. Потому что мы думаем, что речь идет о ругательстве. Когда ты ругаешь, когда ты оскорбляешь в прямом смысле этого слова, Бога. Я вам даже больше скажу, когда ты оскорбляешь человека, ты богохульствуешь. Потому что человек — это кто? Это подобие. Это важный момент. И ты оскорбляешь образ. Это богохульство. Но главная вещь в богохульстве — это сам термин. Богохульство — это в прямом смысле переводится как хилюль. Это опустошение. Вот русское слово, славянское, точнее, слово хула — это от еврейского слова хилюль. Это опустошение. Когда ты имя Бога опустошаешь, делаешь Бога пустым местом. И поэтому, когда Павел гнал учеников Христа, он был хулителем в каком смысле? Потому что он говорил, что никакого машиеха здесь нет. Понимаете, что он говорил? Он опустошал это место. Вот в этом смысле Павел, да, был хулителем. И когда мы с вами когда с нами случаются какие-то события, говорим, что никакого Бога в этом нет. Вот как может стой, как я живу? Или смотри, как мы там общаемся. Или смотри, как еще что-то. Какой Бог? Никакого Бога здесь нет. Бог где-то там. Или в церкви живет Бог. Или в храмах, или в иудаизме, или в христианстве, или в исламе. Вот там Бог. А в моей обычной жизни никакого Бога нет. Это богохульство. Богохульство, потому что ты опустошаешь. Ты Бога. Вот берешь веник, прошу прощения за такую грубость, и выметаешь Бога из своей жизни. Вот это богохульство. С библейской точки зрения. Я просто такой пример привел, чтобы вы понимали, что речь не только о каком-то ругательстве, оскорблении прямом. Это тоже имеет... Но это более тонкая форма. Когда ты ругаешь... Или когда ты говоришь, будь ты проклят во имя Бога, и ты произносишь вот это специальное четырехбуквенное имя, то, что, как говорят, неправильно, Егова. Будь ты проклят во имя Егова. Это богохульство в прямом смысле слова. Вот в прямом. А более тонкая форма это та, о чем я вам рассказал вот уже до этого. Более незаметная, я бы сказал, такая форма. Так вот, если я считаю, если я считаю, что этот мир, эта земля плохая и ужасная, мне нужно поскорее отсюда убежать, это богохульство, потому что ты говоришь, что здесь нет Бога. Ты оскорбляешь Бога, который этот мир сотворил. Теперь и фактически Бог дает тебе этот мир в подарок, и ты говоришь, знаешь что, твой подарок плох, забери его обратно. Есть одно место, и очень важно, и очень интересно, я вот его открыл, это первое послание Иоанна. И в этом самом первом послании Иоанна есть такие очень интересные слова, на мой взгляд. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Все знаем эту фразу. Спросить вас, как вы ее воспринимаете? Что значит не любите мира? Если я люблю мир, во мне нет любви Отца. То есть мир настолько, настолько плох и настолько ужасен, что если я начинаю его любить, то я фактически или оскорбляю, или еще что-то, потому что в этой любви моей к миру нет отца, нет любви Отца. Это пишет Иоанн. Примерно, ну, примерно это около 90-го года, так скажем, первого века. но тот же самый Иоанн через 10-12 лет пишет свое Евангелие. Что с ним происходит за эти 10 лет, мы не знаем, но в этом Евангелии он пишет золотые слова. Так возлюбил Бог мир. И когда я читаю эти две вещи, особенно если я рядом вот их ставлю, это вызывает мне недоумение, так не любить этот мир, как говорит мне Иоанн, или же любить этот мир, как говорит мне тот же самый Иоанн, как написано в Евангелии от Иоанна. Напоминаю еще раз, что последним текстом Нового Завета, который был написан, это было Евангелие от Иоанна. Это самый последний текст Нового Завета. Не книга Откровения, как мы видим, потому что она в конце у нас, а Евангелие от Иоанна. Самый последний текст. Это как бы венец всего. А Иоанн, как мы с вами знаем, больший акцент у него на, скажем так, духовную суть его прихода. О том, что произошло в духовном мире, больше, чем в мире физическом. То, что вы исцеляетесь в физическом мире, это одно дело. Но что перед этим произошло в духовном мире, почему вы исцелились, вот это, как считает Иоанн, гораздо важнее. Человек не может физически исцелиться, если в духовном мире этого исцеления пока не случилось. Поэтому пейте сколько угодно таблетки, делайте сколько угодно, что исцеления не будет. Потому что сначала решается где. Что такое человек? Это образ. Это проекция, можно сказать, на современном языке. Тогда не было такого слова проекция. Но если пока нет человека, нет тени. Вот как вам объяснить, я сейчас пытаюсь. То есть сначала человек – это, скажем так, духовный мир, а тень – это уже наш внешний мир обычный. То есть если не случилось это исцеление вот там, то отражения этого исцеления, проекции на земле в физическом мире не будет. Так вот вернемся. Парадокс. Не любите мира, потому что… А с другой стороны, Бог любит. Теперь, если я подобие и образ Бога, так я должен подражать Богу. Логично? А раз Бог любит, и я должен любить. Но я слышу – не любите. Здесь ответ, здесь ответ. Первое. В слове «любите», которое употребляется. И там, и там одно и то же греческое слово. Сейчас вы все люди грамотные, образованные и так далее. И вы знаете, что в греческом есть разные уровни, скажем так, слова «любовь». Разные уровни. Да? Какие вы знаете? Это вы сверху пошли. Это вы сверху вниз. Я понял, что вы все сверхдуховные, идете сверху. Давайте я, человек простой, примитивный, снизу пойдем. Первое. Нет, Зоя – это жизнь. Первое. Это любовь. Эйрос называется. Вторая любовь называется. Филио. Потом называется сторги. И потом последняя любовь. Как называется? Ну, как правило, в русском языке говорят а-га-пэ. Так вот. Вы это можете прочесть и вычитать, и услышать. Но в греческом, конечно, по-гречески правильно говорить а-га-пи. Что это слово обозначает? Если мы откроем любой словарь и послушаем любого великого проповедника, мы услышим, что слово а-га-пи обозначает что? Жертвенная любовь. Поэтому я, когда читаю эту вещь, я думаю, ага, значит, мне не надо чем-то жертвовать ради мира. Раз. Но с другой стороны, когда мы посмотрим слово а-га-пи, что он обозначает? Еще. Слово а-га-пи значит еще забота. Когда ты заботишься о ком-то. То есть не просто я вот его люблю и все. И раз в год о нем вспомню, как я тебя люблю. Нет. А-га-пи включает постоянную заботу. Если я а-га-пи, это высшая форма любого, а заботу не проявляют, это не а-га-пи, это другая какая-то форма. Понимаете, да? То есть заботиться о ком-то, ценить кого-то, когда я ценю вот этого человека. И там еще несколько значений. Но нам нужно последнее, еще одно значение этого слова. А-га-пи имеет смысл привязанность. Вот этот смысл слова а-га-пи мне раскрывает уже, уже начинает раскрывать смысл. Что значит не любите мир? Не привязывайтесь к миру. Потому что потом, когда придет время, мне будет очень трудно с ним расставаться. Есть люди, которые очень трудно уходят из этого мира, потому что они сильно привязаны к этому миру. Я перечислю, но я не оцениваю. Я сейчас не хочу сказать, это хорошо или плохо. Кто-то привязывается сильно к своим детям. Кто-то к своему дому. Кто-то к своей земле. Кто-то к своим мыслям. К чему угодно. К политике, к искусству. Такие люди, как правило, им очень трудно уходить. Такие люди, как правило, перед смертью находятся в какой-то агонии. Потому что смысл агонии в чем? Нет, что Бог тебя мучает. А, ты гад, вот теперь мучает. Нет. Смысл в том, что в агонии Бог ускоряет это время. Ускоряет время для того, чтобы я отрезался от того, к чему я привязан. Чтобы он как бы разрывает, мечом как бы бьет по этой моей привязанности. И разрывает. Потому что пока я привязан, я к земле притянут. А время твое пришло. А тебя тянет вниз. Поэтому ты между небом и землей. Что такое агония? Это между небом и землей. И ты мучаешься. Поэтому чем меньше привязанностей, тем легче уход. Так говорят умные люди. Не я, умные люди. Иоанн дальше поясняет, почему к этому миру нельзя привязываться. Потому что в этом мире что? Плохоть плоти. Плохоть, анчей и гордость. Теперь смотрите, вот смысл слов. То есть Иоанн в своем письме говорит следующую вещь. «Нельзя привязываться не то, что к миру, потому что это творение Бога, а нельзя привязываться к такой системе ценностей, к такому обществу, для которого вот эти страсти, вот эти инстинкты и вот эта гордыня являются нормой. Вот к этому нельзя, то есть уже во время Иоанна это становится нормой, или не становится, а он это видит. Это стало нормой еще раньше, скорее всего. Но Иоанн говорит, что к такой системе нельзя привязываться, эту систему нужно разрушать. И здесь, здесь показаны два подхода. Есть подход христианский, есть подход еврейский, есть подход индуистский, например. Христианский подход говорит, мир очень плох, нужно побыстрее убежать, восхититься из этого мира. Все, плохо. Еврейский подход другой. Он говорит, мир, да, плох, но его надо исправить, потому что это творение Бога, которое болеет. Понимаете? Вот когда близкий вам человек болеет, вы же не пытаетесь его на мусорку выкинуть? Ну я прошу прощения за такие вот... Скорее похоронить. Скорее похоронить. Избавиться. Ну, нормальные люди так не делают. Они в этот момент проявляют заботу, пытаются его вылечить, исцелить. Не отказаться от него, не убежать от него, а вылечить. Вот это еврейский подход. Есть индийский подход, который видит, что вообще этот мир это иллюзия. И поэтому что там кто же делает, кто что творит, что там в политике, что там в экономике. Это все иллюзия, это все проходит. Даже на это внимание обращать никакого не надо. Это тебе кажется, ты спишь. Ты спишь. Когда придет время, тебя разбудят, ты откроешь глаза и ты увидишь, что это был твой сон. А ты-то думал, что это реальность. Это такой подход. Есть другие подходы. Есть подход китайский. Ну, я вам сейчас до китайца, мы точно не дойдем, еще вирус подхватим. Теперь фраза. Вот кто же ты хорошо вспомнил. Есть выражение, это пишет апостол Иуда. Но Иуда не Ишкариот, так мы читаем. А это имеет в виду Ишкариот. То есть, что такое Ишкариот? Кто-то думал, что это фамилия вообще. На иврите Иш, Иуда, Ишкариот обозначает Иуда. Иш – это муж из Кириота. Есть такая область, которая называется Кириот. То есть, человек из Кириота. Так вот, он пишет такую вещь. Страхом спасайте. Когда я читал эту вещь, когда был молодой и глупый, у меня возникала такая мысль. Подожди-ка. Страхом спасайте. Значит, получается, что я могу спасти. Ну, страхом спасайте. Я могу спасти, а не Бог. А с другой стороны, если спасаетесь страхом, получается, что не любовью человек спасается, а страхом. Тогда вопрос, какой тут страх имеется в виду? А вот здесь, как вы совершенно точно увидели, сразу почувствовали, речь идет не о том, что, ой, бойся, сейчас мир разрушится, побыстрее приходи к нам, чтобы мы восхитились, а ты там за бортом не остался. Вот людей так пугают и думают, что вот это страх. Но страх Божий – это принципиально другая вещь. Потому что страх Божий, я вам очень часто об этом говорю, что значит страх Божий? Это трепет перед Всевышним. Когда ты вот настолько сильно его уважаешь, например, я настолько сильно уважаю вот это молодое создание, что я боюсь его обидеть, да, я боюсь его потерять, я боюсь сказать ему что-то такое, что могло бы его обидеть, я боюсь сделать что-то такое, чтобы между нами возникла стена непонимания. В этом смысле страх. А не то, что бойтесь Бога, прячьтесь от Него, Он сейчас тебе сверху, не знаю, мухобойкой, или как муху прихлопнуть. Это важный момент. Внушите людям трепет перед Всевышним. Откуда идут все проблемы? Почему общество достигло сегодня такого пика, когда Бог вообще, ну да, Он есть, все верующие. Бога, как говорится, не исключают из уравнения, но Он как бы, знаете, огнетушитель. То есть при пожаре ты пригодишься, при пожаре. А пока посидите это в шкафу, Бог, когда прижмет, тогда мы тебя вызовем. То есть Бог не исключается. Но это общество достигло именно такого уровня, потому что у этого общества нет трепета перед Всевышним. Почему? Когда я слышу, это Ветхий Завет, это нам не нужно. Знаете, с таким пренебрежением. Я вспоминаю вот эти слова, что Решид Хохма и Раташем, начало мудрости, страх перед Всевышним. Я слышу эти слова, когда это говорят. Почему? Потому что если ты любишь Бога, уважаешь Бога и трепещешь перед Богом, ты никогда не скажешь, что вот это Его слово – ерунда. У тебя даже мысли такой не будет. То есть это, то, что мы читаем здесь, Новый Завет, это здорово и красиво и хорошо, а вот это слова того же Бога. Это уже неинтересно нам. Ну и что, что отец сказал? Ну и что вы его слушаете? Да это вообще. Вот это человек мудрость уже теряет. Все. Тут не то, что он не вырастет никогда. Он даже к мудрости близко не подошел. Понимаете, важную вещь. Важная вещь, которую я сегодня дальше хочу вам продолжить, в чем заключается информацию, которую мы сегодня принимаем. Информация, которую мы сегодня принимаем – это пища, которую мы кушаем. Я возвращаюсь к центральной нашей с вами теме сегодня. Пища. Потому что информация – это слово. Слово – это хлебь. Слово – это пища. Единственную вещь, которую должен был делать Адам, познавая мир, в чем она заключалась? Как он должен познавать мир? Возделывать, обрабатывать сад, то есть то место, где он есть, и хранить, сохранять. То есть, как мы сказали, что такое возделывать – это улучшать, а хранить – это не разрушать. Вот две вещи. Но принцип, по которому человек должен познавать мир, заключается в следующем – от всякого дерева в саду ешь. Мы читаем в русском переводе. От всякого дерева в саду ты можешь есть, или кто-то пишет – ты будешь есть. Оригинал говорит – от всякого дерева этого сада кушай. Причем там такая форма – вот ешь, вот сейчас же кушай. Вот непременно. Не то, что когда-нибудь, когда захочешь, или можешь, хочешь поесть, сейчас же бери и ешь. Почему? Потому что это способ познать мир. Что значит способ познать мир – кушать? Почему все началось именно с кушания? Это важнейший принцип. То есть, для того, чтобы, как сказал один человек Адаму, для того, чтобы понять этот мир, нужно было этот мир съесть. Поэтому Христос говорит – едите меня, кушайте меня. Понимаете? А люди, которые от духовности были очень далеки, говорят – ой, кто это может слушать? Стояли и ушли. Помним, да, этот момент? Христос говорит самочекам – кто не будет есть меня и пить меня? О чем это говорит? Мы-то думаем, что речь идет о том, что раз в месяц мы проводим причастие, хлебопреломлением, этот хлеб кушаем, значит, мы вот Христа принимаем, и мы теперь все. Это внешний слой. Но есть глубокий, более глубокий слой. Есть меня – это познавать меня, узнавать, становиться моей частью. Потому что познание – это часть, когда ты становишься частью. Это слово «да». Почему дерево названо деревом знания, знания добра и зла? Когда ты проникаешь в добро и зло, Бог творит этот мир, делает его понятным и ясным. Понятным и ясным. Адам говорит – нет, в таком мире понятным и ясным я жить не хочу. Я хочу жить в таком мире, где все непонятно. Идет и есть плод. Дерево добра и зла, где добро и зло перемешаны друг с другом. Где трудно отличить, где добро и где зло. Адам выбирает такой мир. Мир смешения вот такого, мир хаоса, если угодно. А Бог до этого творит ясный, и четкий, и конкретный мир. И говорит – тебе пока еще это не время, ты еще не вырос до такого уровня, чтобы ты мог есть от дерева знания. То есть не то, что ты в принципе никогда от него не будешь кушать. Нет. Просто Адам не вовремя, будучи еще незрелым, ел от этого дерева. В этом и вся была проблема. А не в том, что он в принципе не мог от него кушать. Если бы он в принципе не мог от него кушать, дерева бы в саду не было. То есть Адам не вырос. Как ребенку, вот младенцу, когда только родится, ему мясо никто не дает сразу. Ну нормальные родители, я имею в виду. Потому что это пока не по зубам. Это не то, что он мясо никогда не будет кушать. Или, я не знаю, семечки щелкать никогда не будет. А просто сейчас не время. Ты еще не вырос. Так вот, мир – это информация, которую я принимаю. В еврейском мире, который, подчеркиваю, вы очень все любите, есть очень важная и очень глубокая поговорка. Поговорка эта звучит следующим образом. Ребенок, младенец, когда только-только появляется на свет, первое, что он, кого он начинает воспринимать, это мать. Первый человек, который начинает воспринимать, это его мать, которая о нем заботится, его кормит, его это, другое, третье. Но не отец. Дальше эта поговорка продолжает, что младенец начинает отца воспринимать как отца в тот момент, когда ребенок начинает есть хлеб. Такая поговорка. Как только ребенок начинает есть хлеб, он начинает четко воспринимать своего отца. Потому что до этого момента отец для него – это дядька, который приходит, с ним сюсюкается и уходит. Но, когда он начинает есть хлеб, тогда для него отец, не знаю, так говорит еврейский. Что происходит внутри человека, мы не знаем, ребенка особенно. Но это важная вещь. Поэтому, когда мы слышим, что в Торе сказано «это нельзя кушать, то нельзя кушать». Мы говорим «ох, что за ерунда! Как нельзя кушать? Кушаем все подряд!» Здесь смысл какой заложен. Человек не должен быть всеядным. Человек не должен есть все подряд. Поэтому информацию, которую вы слышите, нельзя все подряд кушать. Вот, что я хочу вам сказать. Внутри человека очень часто нарушена система фильтрации. Поэтому человек воспринимает сразу все подряд, что у него есть. И говорит «все, конец!» Есть другой человек, у которого фильтр слишком сильный. Он все фильтрует, вообще ничего не оставляет. Как ты вот сказала, с одного уха вошло, с другого вышло. Есть такого рода. Но для того, чтобы фильтр был зрелым, нужно быть зрелым человеком. Нужно, подчеркиваю, есть хлеб Отца. Когда я начинаю есть Его Слово, тогда я воспринимаю и признаю Его своим Отцом. Если я начинаю есть хлеб этого мира без разбора, есть пищу, которую Он мне дает, я признаю, что Мой Отец – этот мир. Поэтому, когда Христос говорит под некоторыми фарисеями, «Ваш Отец – дьявол», это не в том смысле, что дьявол пришел и их родил, а смысл в том, что эти люди едят хлеб дьявола. Дьявол – это клеветник и так далее. Эти люди едят хлеб клеветы, они питаются клеветой, а значит клевета для них становится Отцом. То есть Отец для тебя тот, кто тебя кормит. Это имеет в виду еще «Вы дети лицемерия, вы едите хлеб лицемерия». Почему? Потому что апостол Павел говорит, что «Сатан принимает вид Ангела Света». Что это? Это лицемерие. Помимо того, что он там, как говорится, это лицемерие. Это многие из нас это делают, когда мы здесь в общине такие вот улыбаемся, светимся, такие, что прям не знаю. А дома, как ребенок сказал, видимо знает, о чем говорит. Мы совсем другие. И когда я смотрю на себя, я думаю, слушай, неужели это тот самый я, который час назад был в церкви и внимательно слушал, и внимательно молился, и внимательно пел, и внимательно так вот распроимал. Неужели это тот самый я, который вот сейчас превратился в такого зверя, в такое чудовище? И я себя спрашиваю. Вот это и есть лицемерие. Что такое лицемерие? Когда человек меняет маски. Лицемер в древности, в Древней Греции, лицемерие это актер. Это не плохое слово было, это актер, который меняет лица, то есть маски меняет. Понимаете? Тогда грима как такового не было, поэтому бы маски меняли. Поэтому сколько у нас масок? Это очень-очень большой вопрос. Хочу или думаю, что я дитя Бога, как отца, то я должен есть хлеб отца. Я должен есть его слово. Понимать его слово, принимать его слово. Цель всех наших вот этих бесед, уроков, как угодно, в чем заключается? В понимании. В понимании. Я должен понимать, когда человек ест хлеб, у него не зря даны вкусовые рецепторы. Бог так устроил мир. Ведь он мог не давать человеку вкусовые рецепторы. Ешь подряд там, не различай, это, не знаю, свинина или это семечки, к примеру. Не различай. Но человек, Бог так устроил человека, что человек различает вкус. Человек должен различать то, что он ест. Когда ты воспринимаешь какую-то информацию, завтра, конец света, сегодня, там, второе пришествие, то мы должны уметь видеть. А это умение видеть, это, честно я вам скажу, это, во-первых, дар. Апостол говорит, что вера, это тоже, оказывается, дар Духа. Понимаете, это не просто так у всех подряд и всем подряд дано. Там сказано, кому-то там дар. Как ты сегодня на языках говоришь? Кому-то дар языков, кому-то дар веры, кому-то дар знания. То есть не всем подряд. А кому-то. Мы должны как бы дополнять друг друга. Пребывать и находиться в гармонии друг с другом. А значит, если мы хотим быть детьми одного и отца, мы должны есть, подчеркиваю, хлеб одного отца. Поэтому сегодня, заканчивая, я хочу задать вопрос. Вопрос, который я выставил в начале, в самом-самом заглавии нашей темы. Чей хлеб ты ешь? И по тому, чей хлеб вы ели, вы сможете узнать детьми, какого отца вы являетесь. Дай вам Бог здравомыслие. Не ешьте все подряд. Не исходите из всего подряд и не стройте свою жизнь на основании того, что вы сейчас где-то услышали, потому что у какого-то человека было откровение. Поверьте, когда придет восхищение церкви, его дети, где бы они ни были, слышали об этой информации, не слышали об этой информации, значения не имеет, но где бы они ни были, в этот момент оттуда они восхитятся. Потому что, скажите, двое будут на одном поле. Теперь, если я знаю, что сегодня воскресенье, я на поле не пойду, восхищение, я на поле не пойду, слышите меня? А раз я пошел на поле, значит, я не знал, когда будет воскресенье. Но я взялся, меня взяли. Понимаете, что? Поэтому не бойтесь. Вами движет страх, а вдруг будет, а меня не возьмут. Этого не будет. Своих детей Бог возьмет. Поверьте. А если мы, можно ходить в церковь и не быть его детем? Можно. А тогда, хоть ты знай время, хоть не знай, тебя все равно не возьмут. А когда ты его ребенок, где бы ты ни был, с этого, помните, один на крыше будет, кто-то оттуда возьмут, тот в поле, оттуда, тот в постели, оттуда, неважно. Поэтому я хочу, еще раз призываю вас, особенно тех, кто знает, не буду смотреть ни на кого, к здравомыслию.